Румладога. На его площадке встретились более тысячи юношей и девушек из 11 регионов. Для молодых и активных работали более 100 мастер-классов, интерактивных лекций и семинаров. Прошло 40 часов интенсивной работы по направлениям, а также ежедневные спортивные и культурные мероприятия. На форуме отлично показала себя делегация Неницкого округа. Наши активисты вернулись благодарственным письмом. Почему именно команду из Неницкого округа отметили организаторы самого масштабного мероприятия Ленинградской области, расскажет Любовь Пермякова. Здесь птицы не поют, деревья не растут, потумбрена оленем чубитом бою нас ждут. Горит и кружится планета над нашей Родиною дым, а значит нам нужна одна победа, одна нас всех мы за ценой не постоим. С этой песней и рассказом о подвиге олено-транспортных батальонов наша команда выступила на торжественном открытии «Ладога-2015». Представители регионов показали творческие визитные карточки на тему «Героическая страница истории региона времен Великой Отечественной войны». Команда Неницкого округа сразу стала фаворитом самого масштабного молодежного мероприятия Ленинградской области. На открытии форума приехали губернаторы команд участников, заместитель полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева. После поздравления первых лиц команды получили маршрутные листы и началась военно-спортивная игра «Мобилизация». Наша команда прошла все 10 этапов, дойдя до финиша в числе первых. И хочу доложить вам, уважаемый верховный главнокомандующий, сводный отряд Ненинско-автономного округа в составе Северо-Западного федерального округа поставленную боевую задачу выполнил. Потерь нет. Все здесь, да? Олени сыты. Задача выполнена. С открытием форума. Ура! Следующий день оказался не менее насыщенным. Нормы ГТО делегация округа выполнила и показала лучший результат среди 11 команд участников форума. В беге на дистанции 100 метров Александра Столярова пришла первой. В заключительные дни форума этой репетиции и показ масштабного спектакля летел голубь режиссера Дениса Воробьева. Участие в нем принесло нашим ребятам всеобщее ладожское признание и любовь. По словам руководителя театральной площадки Людмилы Манониной, ребята из Ненинского округа на Ладоге были самыми поющими и талантливыми. Песню Тальяночка исполнил Павел Поздеев. С первых нот ему уже подпевал весь зал, а уже после концерта весь лагерь. Тальяночка стала хитом форума и ушла, как говорится, в народ. После такого триумфа наших ребят теперь ждут не только на Ладоге, но и в культурной столице Санкт-Петербурге. Председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Анна Данилюк, отметив яркое выступление наших земляков, высказала пожелание создавать совместные проекты с Ненинским округом.